меня зовут Мария тема реакции иммунитет я хочу рассказать в общих чертах общее представление что такое иммунитет как он работает иммунитет где он примерно у нас находится что он на себя представляет потому что в основном органы нашего тела такие как сердце почки легкие кожи мы знаем да где находится знаем что они у нас обводят знаем что с ними ну и примерно понимаем что с ними нужно делать а что касается иммунитета такая фантомная штука где он и как он и нужно ли им как его еще можно поднимать так иммунитет значит существует несколько определений иммунитет иммунитет это ну допустим так вот первое определение невосприимчивость организма к инфекционному началу или какому-либо инородному веществу не восприимчивость организм вот наш с вами организм и он не приемлет любое народное тело но здесь вот тоже нужно подумать какую именно инородное тело то есть мы с вами по сути инородные тела потребляем каждый день то есть мы кушаем пьем дышим это все инородные тела но организм почему-то не отторгает то есть он их сразу довольно таки принимает или допустим такое определение иммунитет это способ защиты организма от тела и веществ несущих признаки генетические чужеродной информации и так если разобраться с этим определением наш организм у него своя генетика и он значит не приемлет другой чужеродной генетической информации но здесь тоже можно подумать женщина вынашивается девять месяцев ребенка ребенка отличается генетикой генетики матери но почему-то организм материнские его не отторгает принимает они взаимодействуют и все нормально то есть иммунитет здесь как-то пытается вступает в диалог скажем так с генетикой ребенка или допустим а генетические чужеродной опять же информация да то есть какие-то тела или можно сказать половые клетки мужчины до стоматозоиды то есть женский организм их тоже не отторгает хотя несут генетически совершенно другую информацию то есть что же такое все таки иммунитет значит наши враги наши враги которые называют общим таким словом патогены и здесь вот такая вот куча обрисовывается то есть наши враги это бактерии это вирусы это паразиты это грибки которые заселяются и на нас и нас и врагами называются тоже взбунтовавшиеся клетки то есть наши клетки могут оказаться нашими же врагами и так и и с этими патогенами наша иммунная система разбирается то есть здесь преднестает очень много задач она должна правильно распознать что именно эта бактерия она вредная они своя родная которая живет в кишечнике иммунная система должна особо отреагировать на то есть особая реакция то есть если это какой-то патоген иммунная система поняла что это патоген и значит здесь нужно соревать правильный иммунный ответ чтобы победить этого патогена кроме того ему наессина должна запомнить этот патоген должно записать информацию о нем чтобы в дальнейшем при дальнейшем встречи с этим патогеном она уже могла быстро дать ответ И патогены, они эволюционируют, то есть они изменяются, меняется генетическая информация, они маскируются, и опять же иммунная система должна все равно их найти и обезвредить. Кроме того, иммунная система должна делать все быстро, 10 несколько дней, несколько недель или даже несколько часов. Конечно же, как иммунная система сделает все намного быстрее, зависит и качество человека в том числе. И кроме того, иммунная система не должна мешать организму нормально работать, то есть организм должен функционировать, выполнять свою определенную работу, определенную задачу, то есть опять же здесь не должен быть затянутый иммунный ответ. Защитные барьеры нашего организма. Да, наш организм, он выстроил несколько барьеров, воспрепятствующих проникновению вот этих вот патогенов. Значит, проникновение бактерий в организм препятствует, здесь она встречает первый барьер – кожа. То есть кожа в какой-то степени можно отнести к иммунной системе. Кожа состоит из нескольких слоев, то есть это бактерии, нужно пробиться через эти слои кожи. И здесь, опять же, не все бактерии проникают через слои кожи, они некоторые на коже и остаются, питаются кожным салом, вызывая тоже различные заболевания. То есть, но здесь уже немножко будет другой тогда механизм. Или слизистые, то есть то, что встречает, опять же таки, патогена на пути к или в организм. Слизистые оболочки, выстилающие носовые пути, дыхательные пути. Кроме того, слезы, пот, слюна, эти биологические жидкости содержат вещества, которые борются с этими патогенами. Или даже, допустим, соляная кислота в желудке, которая тоже отрицательно влияет на патогены, убивая их. То есть здесь получается несколько барьеров, которые бактерия, опять же таки, должна проделать, чтобы внедриться в наш организм. То есть если она не прибивается через кожу, тогда она прибивается через порезы, которые есть на коже, через укусы животных или комаров, насекомых. То есть какие-то повреждения кожи имеются, бактерии проникают. Если бактерии, патогены, назовем их так, общим словом, преодолевают этот первый барьер, здесь тогда их встречает второй барьер. То есть вот бактерия, патогены, ворвалась в наш организм. Здесь окружает ей уже привычная, скажем так, среда, к которой она стремилась есть пища. И здесь она встречается с лейкоцитами, клетками крови, лимфоцитами, которые находятся в лимфе, и макрофагами тканевой жидкости. То есть здесь, по сути, бактерия, опять-таки, неспокойная, на нее нападает со всех сторон. Значит, виды иммунитета. Какой бывает иммунитет по своей ответной реакции? Иммунитет бывает неспецифический и специфический. То есть неспецифический это наш иммунитет, который эволюционировал вместе с нами миллионы лет назад, и вот он выработался. Он уже, скажем так, определил определенные стратегии, которые, ну, последовательно возникают в ходе того, когда проникает к нам патоген. То есть неспецифический это наш родной иммунитет, который мы получаем по наследству, который достался нам от наших предков. Что к нему относятся? К нему относятся клетки фагоциты. Они, их очень много по своим, скажем так, специализациям и разновидностям, но, как бы, направление у них одно. Они специализируются на пожирании бактерий, патогенов, которые проникает в наш организм. Кроме того, фагоцитов есть здесь клетки-киллеры, тоже специализированные клетки, которые направлены, но у них немножко будет другая стратегия войны, в кавычках. То есть они убивают. И есть компоненты крови, то есть это комплекс белков, комплекс веществ, комплекс молекул, которые находятся в нашем организме и которые сигнализируют о том, что в организм проник патоген. То есть организм, по сути, это довольно-таки очень сложная система. Потому что бактерия проникла и организм, та же самая иммунная система, должна о ней узнать. Вернее, об этом патогене организм должен узнать. Как он узнает? Для этого есть специальная информация. То есть в организме внутри происходит обмен информацией, скажем так, разговоры. То есть мы с вами, люди, общаемся, мы общаемся посредством звуков, читаем, рассказываем слова, слоги, буквы. У организма тоже есть свой язык, с помощью которого он общается. Здесь язык биохимический, то есть молекулярный. То есть есть молекулы, которые сигнализируют, что есть опасность. Другая группа молекул сигнализирует, что это не опасный чужак, то есть не вызывает никаких-либо нарушений для нашего организма. Или наоборот, что всё нормально, всё в порядке, иммунная реакция должна закончиться. То есть очень небольшое количество типа сигнальных белков. И поэтому человек, учёные, когда изучают язык нашего организма, они называют эти белки очень длинными названиями. Поэтому иногда здесь у меня будет встречаться аббревиатура названия этих белков, но их здесь не очень много. То есть это всё компоненты клетки, которые общаются между собой и общаются клетки посредством именно этих компонентов. Этот иммунитет очень быстрый, потому что организм уже знает, как бороться с патогеном. Если этот патоген знаком организму, если он знаком на протяжении всей эволюции, то есть известный патоген. И поэтому он может длиться несколько часов, эта реакция неспецифического иммунитета. И иммунитет специфический, это наш с вами приобретённый иммунитет, который мы приобретаем, нарабатываем в течение всей жизни. То есть у каждого будет он свой, специфический иммунитет. Для него характерны клетки Т-лимфоциты и Б-лимфоциты. Но как они работают и чем отличается, это чуть позже. Здесь тоже выделяю среди Т-лимфоцитов. Те, которые помогают убивать, они будут Т-хелперы. И те, которые непосредственно убивают, это будут Т-киллеры. Приобретённый, вернее, специфический иммунитет, он может длиться уже несколько дней. Затягивается. То есть ему нужно специфическому иммунитету адаптироваться к этому неизвестному патогену, понять, найти ключ к тому, чтобы вскрыть этот патоген и уничтожить. Здесь образуются специфические рецепторы. То есть рецепторы – это те, которые распознают. То есть это как у нас с вами тоже есть рецепторы. Мы с вами видим, слышим, ощущаем этот рецептор. Мы получаем информацию об окружающем мире. То есть там тоже есть рецепторы. То есть к этому патогену нужно найти рецептор. Он подходит к нему как ключ к замку, вскрывает его и тоже убивает. Как и не специфический иммунитет. Здесь у нас показано кровяное русло, кровяной сосуд, по которому стремятся клетки крови. Здесь серитроциты, красные клетки крови и белые лейкоциты, которые борются с патогенами. Они курсируют в кровяном русле, вынюхивая, выискивая пробравшихся в наш организм патогенов. И, значит, если мы говорим об иммунной системе, значит, можно ввести такие понятия, как антиген и антитела. Антигены – это чужеродные вещества, вызывающие специфический иммунный ответ. То есть то, что проникает в наш организм, то, что вначале я говорила о патогенах, то есть теперь для иммунной системы это будет антиген. То есть антиген. И, соответственно, на этот антиген нужно выработать антитела. То есть антитела – это те белки, которые будут находить этот антиген. То есть рецепторы, да, вот эти вот рецепторы антитела, которые ищут конкретный антиген и его убивают. То есть антитела – это белки плазмы крови. То есть эти антитела вырабатывают клетки крови, вырабатывают лейкоциты. Здесь показана картинка антитела и антиген. То есть антигены – это своего рода ключ, а антитела – это, получается, у нас замки, да, то есть которые вскрывают и распадается антиген. Здесь показана атака антитела на антиген. Итак, значит, ну, можно ещё раз сказать более подробно, что увидел микроб, когда проникает в наш организм. В первую очередь этого микроба встречает неспецифический иммунитет. Причём его встречают так называемые белки системы комплимента. То есть такой вот комплиментарий, белок-комплимент. Бактерия – это организм, это клетка, и любая клетка снаружи отграничена мембраной. То есть такая защитная оболочка. И вот эти вот белки комплименты, они эту защитную оболочку вскрывают. То есть они её бомбардируют и делают ей дырки. Когда образуются дырки этого белка комплимента, эти бактерии становятся своего рода мишенями для атаки уже непосредственно клеток, которые борются с этим микробом. А вот эти клетки как раз макрофаги. То есть их бактерии пометил белок комплимента и нападают в макрофаг. И вызывается воспаление. То есть макрофаги, они по сути стимулируют воспаление. Воспаление нужно для того, чтобы привлечь к этому месту других макрофагов. То есть возникает иммунная реакция. И для того, чтобы обезвредить вот этих бактерий, направляются в это место другие макрофаги. Здесь показано, как макрофаг поглощает эти бактерии помеченные, которые уже распознались как вредные, как патогенные. И выделяются особые вещества, белки, которые сигнализируют о том, что здесь начинается воспаление и нужны другие макрофаги. То есть опять же здесь получается язык, белковый язык, который говорит о том, что здесь нужна помощь. Немножко по-другому обстоит дело, когда проникает вирус. Вирус отличается от бактерий тем, что он не имеет клеточного строения. У него только нукулиновая кислота, ДНК или РНК, и находится в капсуле. И главная задача вируса – внедриться в клетку и строить ее в генетический материал. Или задействовать клетку на выработку своих таких же вирусов. И поэтому вирусы, они не так долго находятся вне клетки. То есть они прячутся сразу в клетку и поэтому не сразу обнаруживаются иммунной системой. Итак, значит, когда вирус проникает в клетку, клетка об этом говорит, что она заражена. То есть как она говорит, здесь опять же комплекс белков. Главный комплекс гистосовместимости клеток и пептиды. То есть плюс еще к этому должны быть пептиды. И клетка сигнализует о том, что она заражена. И как происходит дальнейший ход иммунной системы. То есть зараженную клетку нужно уничтожить вместе с вирусом. Это делают естественные киллеры, которые есть в нашем организме. Или клетка сама совершает убийство. То есть ей разрешают совершить убийство, и она сама себя убивает. То есть она говорит о том, что она заражена. То есть это получается у нас все не специфический иммунитет. То есть не специфический иммунитет борется с уже известными вирусами и с уже известными бактериями. Вынюхивая подозрительные. То есть опять же здесь белковый язык. То есть в нашем кровяном русле постоянно шныряют, скажем так, эти белые кровяные клетки. И на их поверхности, на поверхности фагоцита, имеется рецептор. ТПР-4 рецепторы, которые направлены своей чувствительностью на определенный белок, который есть у бактерии. То есть если попала бактерия или даже какая-то частичка бактерии, у бактерии есть вот этот белок ЛПС. То есть он необходим ей просто для жизнедеятельности. И если рецептор фагоцита воспринимает этот белок, белок он есть, значит нужно бороться в организме. И в организм проникла патоген, вредоносная бактерия. И, значит, если организм не справляется, то есть вот этот вот неспецифический иммунитет не справляется с вирусом или бактерией. То есть неизвестный проник патоген. Тогда происходит активация специфической иммунной системы. Что здесь? Здесь имеется такой посредник. Вот она, дендритная клетка. Эта дендритная клетка, она является посредником между неспецифическим иммунитетом и специфическим. То есть она несет себе информацию, частичку вот этого проникшего патогена. И с этой частичкой она перемещается в лимфатический узел. И там уже в лимфатическом узле она демонстрирует вот этот вот патоген. То есть она его как бы предлагает Т-клеткам или Б-клеткам, которые имеются в лимфатических узлах. Значит, вот эта вот дендритная клетка. И вот так мы красиво назвали антиген, представляющая клетка. То есть она представляет антиген, который не смогла распознать неспецифическую иммунную систему. То есть она притащила его с собой в лимфоузел и демонстрирует. То есть вот что у меня есть. Посмотрите, пожалуйста, не найдется ли у вас антитела, чтобы вскрыть вот этот вот патоген. Значит, здесь Т-лимфоциты и Б-лимфоциты, которые могут распознать вот этот антиген. Т- и Б-лимфоцитов очень много. А как она предъявляет, мы его копируем? Она, здесь это кусочек белка, она может его с собой притащить. Ага, но она одна? Да, да, она одна, да. Но какая-то вот часть, это белковая молекула, она может его с собой притащить туда в лимфатический узел. То есть если она одна, у нее вот не прицеплен один кусочек белка. Она взаимодействует с многим ответом. Да, да, да. То есть она, в принципе, не одна же, это антигенопроставляющая клетка. То есть их может быть несколько, да. То есть и они вот эти вот частички этого патогена, они тащат туда то, что получается патоген, который проник, да, то есть он, по сути, разрывается, ну, на куски, грубо говоря. То есть и антигенопроставляющие клетки тащат туда эти вот куски, туда в лимфатические узлы, чтобы найти нужный Т- или Б-лимфоцит. Т- или Б-лимфоциты, их по своей разновидности, их очень много. То есть один Т-лимфоцит, да, то есть он не похож на другой Т-лимфоцит. То есть они немножко отличаются друг от друга. То есть это нужно для того, чтобы поймать генетические материалы, ну, того, допустим, патогена, который проник нам. То есть поэтому очень большая разновидность Т- и Б-лимфоцитов. Поэтому когда антигенопроставляющая клетка притащит вот этот вот белковый молекул, то есть по сути Т- или Б-лимфоциты, они со своими, скажем так, ключами, да, то есть они примеряются, подходят или не подходят. У них немножко разная направленность по убийству вот этих вот патогенов, да, по расправе с ним. Б-лимфоциты, они вырабатывают антитела. Антитела – это белки. И задача этих антител – нарушить патоген, то есть нарушить его работу. И если нашелся этот Б-лимфоцит, да, то есть их может быть очень мало, этих Б-лимфоцитов, и они, в принципе, со всеми патогенами справиться не могут. Тогда эти Б-лимфоциты, нужные Б-лимфоциты, они сами себя начинают копировать, то есть множатся. То есть это называется как раз вот пролиферация. То есть сначала Б-лимфоцит активируется, то есть находится именно тот, который нужен. Если он нашелся, тогда он начинает копироваться. И здесь уже пошла работа, что именно делает конкретный Б-лимфоцит, да. То есть он может склеивать, он может осаждать, он может растворять вот этот патоген, или наоборот они могут приправлять, чтобы он был более, ну скажем так, вкусен для тех же самых фагоцитов, которые смогли с ним потом расправиться. И вырабатываются клетки памяти, да. То есть здесь Б-клетки памяти, которые запоминают тот патоген, с которым они справились. Т-лимфоциты. То есть, значит, если дендрит, представляющая клетка, да, с антиген, представляющая клетка, Б-лимфоциты не нашлись, находятся Т-лимфоциты. Т-лимфоциты, это уже они все отличаются между собой. И Т-лимфоцит находится в наивном состоянии. То есть это, как называют, наивные Т-лимфоциты. Наивные – это значит, ну, неактивные, да, то есть они не нашли свой патоген. Когда они находят свой патоген, они становятся тогда эффекторными Т-лимфоцитами. И здесь, опять же, тоже, как и у Б-лимфоцита, вот на дифференциации, да, то есть нашелся именно тот Т-лимфоцит, который нужен, и происходит его копирование, происходит пролиферация. И здесь, опять же, Т-лимфоциты, их главная задача – убийство. То есть они убивают. Если те вырабатывают антитела, эти просто убивают. Значит, дети выделяют Т-киллеры, которые как раз направлены на убийство. Хелперы помогают убивать. Регуляторные Т-лимфоциты, они регулируют эти убийства, чтобы всё прошло точно, да, чтобы действительно они были убиты. И вырабатываются в итоге Т-клетки памяти. Ну, то есть, по сути, вот уже этот специфический иммунитет, как мы уже говорили вначале, он идёт долго, да, несколько дней. Вывлекается большое количество клеток, затрачиваются человеческие ресурсы на энергии, затрачиваются на выработку вот этих всех Т-лимфоцитов. И в итоге, ну, то есть штука такая затратная. И после, ну, поля боя клетки, которые уже, скажем так, ну, отработали своё, они самоуничтожаются. То есть они самоликвидируются. Происходит тоже такое вот самоубийство, чтобы они там не мешались. А почему самоубийство назвали, извините? А? Почему именно апоптос самоубийством назвали? Ну, потому что эта клетка, она всё, она больше, ну, не существует, то есть свою жизнедеятельность она прекращает. Ну, команда уже есть извне даёт. И команда её даёт извне, да. То есть опять же здесь... То есть это не самоубийство. Это не расстрел. Расстрел. Ну, то есть всё равно это всё регулируется организмом, да. То есть регулируемое самоубийство, так скажем. Это введение на сумму. Во, 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 точно. Да. А если в лимфоците они уже подходили к лимфоцитам, к лимфоцитам, то что делать? Тогда, то есть если пришли, допустим, да, представили свой патоген, нашли клетку памяти, да, бывает. Вы про это, да, спрашиваете? Нет, нет, спрашиваю. То есть там история была такая, что у нас пришла клетка с этим белком, нашла подходящий к лимфоцитам, и те начали действовать. Да. После этого появилась клетка памяти. Какая функция к лимфоцитам, которая появилась после этого? А, клетка памяти, её функция в том, что если, допустим, повторно проникнет тот же патоген, то она сразу же начнёт, что делать? Множится, и сразу же вырабатываются вот эти вот Т-киллеры. А если не нашлась? А если не нашлась, то, в принципе, так она и остаётся. То есть и поэтому иммунитет бывает долгосрочным почти всю нашу жизнь, да, то есть эти клетки памяти могут находиться у нас всю жизнь. Не очень понятно, чем выполняется тот пробел между ситуацией, когда у нас нет подходящей клетки памяти, и момент, когда у нас появляется. То есть у нас уже что-то должно было подойти? Нет, когда, значит, у нас нет этой клетки памяти, да, тогда вот включаются вот эти вот наивные, да, то есть они активизируются. То есть если у них подошёл уже ключ, то есть вот чтобы найти, да, вот нужный Т-лимфоцит с нужным, допустим, ключом, довольно-таки проходит большое время. То есть нужно найти этот Т-лимфоцит, их большое очень количество Т-лимфоцитов, а потом нужно его активировать, этот Т-лимфоцит, он активизируется. И потом уже этот Т-лимфоцит, он производит и киллеры, и хелперы, и регуляторные, и всё остальное. То есть это от одного, получается, наивного Т-лимфоцита, который подошёл со своим вот этим вот ключом. То есть фактически, что происходит, у нас увеличивается вероятность при попадании такого же патогена его быстро обнаруживания. Просто да, здесь сокращается время, время на выработку вот этих вот Т-килеров и так далее. То есть сокращается время на поиск вот этих вот наивных Т-лимфоцитов, время сокращается. То есть здесь уже они имеются готовые клетки, готовые сразу же работать в Т-лимфоцитах. Да. Вопрос похож на предыдущие. Чем отличаются, например, боли-поциты, которые ещё в поиске находятся, подойдёт это ключик к патогему или нет. И те, которые, те же боли-поциты, которые были в поиске, в поиске памяти высвят. То есть и там, и там процесс перебора есть. Так, я не понимаю, ещё раз. Клетки памяти, я могу прослушать, они какие-то, получается, только Т? Нет, и Т-И-Б есть. Т-И-Б, вот хорошо, если приходит какой-то патоген, вот, что дендридная клетка, представляете, вот, начинается процесс перебора. Да. Вот, перебираются боли-поциты, допустим, чем, те, которые перебираются, отличаются от боли-поцитов клеток памяти. Ничем, я так понимаю, да? И там, и там процесс перебора есть. Структурно, да? А, вы это имеете в виду, да? То есть они перебираются, да? То есть, по сути, вот эти Т-И-Б лимфоциты, клетки памяти, да, то есть они уже есть готовые. И поэтому... Пока не попробуешь, не узнаешь, есть ли они готовые или нет. То есть переборы, а вот так. Нет, он говорит, они говорят одни из таких, что, когда мы залезаем на первом шаге... На лимфоузел? Да, да, да. Вот мы ищем там среди Б-лимфоциты. Среди Б-лимфоциты ищем подходящий инфигент. И мы находим, как можно сказать, по-другому. Ну, я поняла. Ищем среди клеток памяти, которые отсутствуют и появились раньше. Какой смысл тогда, если там уже есть этот инфигент, создавать новую клетку памяти? Если это клетка... Какой смысл ее, грубо говоря, называть раньше? Да, почему ее не надо назвать после, что все вернулся в первоначальное состояние? И, знаете, вот здесь вот такой тонкий момент, в принципе... Может быть, это не очень важно, когда он просто... Нет, он, в принципе, этот момент важный, но, допустим, сам механизм... Коллеги готовы пропустить этот вопрос, оставить его в вопросе. Нет, ну, в принципе, момент он важный, да, то есть такой вопрос. Но, как бы, я сейчас не могу так сразу ответить, да, почему именно перебирание и, в принципе, то есть там механизм, суть должна быть в чем? То есть, если вот эти вот Т-клетки, вот эти вот, или Б-клетки памяти, да, то есть, если их нет, тогда происходит перебирание. То есть, как бы, вот суть такая, да, то есть, если уже есть, готовы, если уже их, ну, в принципе, да, они тоже должны найтись эти. Но, опять же, здесь опять, нет, смотри, здесь опять, знаете, что, если нужно вспомнить опять про белковый механизм, да, то есть опять белковый механизм, то есть белки, клетка памяти, на ее поверхности должны находиться, что, белки, да, то есть белки, да, то есть белки-рецепторы, которые, опять же, могут что делать? То есть они могут обнаружить тот же патоген, да, то есть у них уже готовы рецепторы на их мембране находятся. То есть, в принципе, эта клетка памяти тем и отличается, то есть у них уже есть готовый рецептор, который, антиген на ее поверхности. А у этих Б-классов? А у вот этих вот, ну, наивных, скажем так, да, у них еще не совсем, там, как-то сформирован этот момент. Получается, что вот это Т и Б, да, то есть у них уже есть конкретные, и... Перепрограммируется. Перепрограммируется. Да. То есть при переборе синтезируются, как бы, новые антитела, в принципе, это новый диагонизм, который раньше не был, или... Ну, да, то есть при переборе они синтезируются, да. И белками они отличаются? С белками отличаются, да, потому что каждый белок, он имеет свою конформацию, да, то есть к определенному антигену. Потому что антиген тоже получается белок, то есть это белок, белки и белковое взаимодействие. Вот, мы нашли белками, белками. Вот, то есть, как получается здесь, ну, прощупывание, да, то есть если подходит, значит подходит. Так, здесь показано антитела, и вот эти вот антитела, а синим показаны участки, рецепторные участки. И к этим синим участкам может притягиваться несколько патогенов. То есть, получается, на одно тело может насадиться несколько патогенов. То есть оно, как бы, захватывает, ну, несколько бактерий. Вот так вот. Это изображение претендует на реалистичность, или это какая условность? Это условность. То есть их, ну, вот этих изображений антитела есть несколько. То есть, да, ну, как бы условно изображает вот эти вот, ну, концы. Органы иммунной системы. То есть это все органы, где вырабатываются наши клетки иммунной системы. Но самый главный орган – это тимус, вилочковая железа, которая находится, где в области грузины находится, вилочковая железа. Она очень активно вырабатывает именно Т-лимфоциты. Она очень активна в детском возрасте, и где-то начиная с 30, по-моему, лет, в принципе, она уже прекращает свою деятельность. То есть она нарабатывает, скажем так, определенное количество Т-лимфоцитов. А потом она уже угасает, ее функция, вплоть до, ну, в более старом возрасте, вплоть до полного исчезновения вилочковой железы. Ну, лимфоузлы, да, то есть самые, где наиболее расположены, это паховые, это подмышечные впадины. И органы иммунной системы. И красный костный мозг, да, то есть наши кости, трубчатые длинные кости в головках этих трубчатых костей вырабатываются тоже клетки крови, которые потом дифференцируются. То есть из них, из этих клеток, есть группа белых лейкоцитов. Далее клетки, ну, клетки, которые вырабатывают лейкоциты, они также находятся в дыхательных путях, это где миндалины, да, то есть те органы, которые непосредственно соприкасаются с окружающей средой. И те органы, которые непосредственно соприкасаются, это наши дыхательные пути и пищеварительный тракт, да, то есть куда все у нас попадает тоже в по степени чужеродное. Слизистые кишечные упители также содержат вот эти вот пляшки, которые вырабатывают клетки. Поэтому иммунная система тех, ну, скажем так, открытых, да, участков для патогенов, она наиболее активна, то есть там наибольшее количество лейкоцитов вырабатывается, потому что там постоянно нужно быть на страже, то есть там непосредственно соприкосновение с окружающей средой. А можно вопрос? Да. Вот там еще и было вопрос, девушки. Да. Да, я держу. У меня кучести дилетантский вопрос. Раньше всем поголовно гланды удаляли. Это билокоменитет, это устарелок? Ну, в какой-то степени да, потому что, получается, у нас гланды, то есть это лимфоузлы, которые непосредственно здесь находятся в контакте с окружающей средой, да, то есть и поэтому даже вот эти вот все слизистые, то есть они вот в большей степени содержат непосредственно лейкоциты. А почему же тогда их удаляют? Ну, это уже смотря по какой причине удаляют. То есть если там были... Ментали на это то же самое, что глади или нет? Да. То есть, возможно, там были накопления вот этого гноя, да, то есть гной – это как раз погибшие лейкоциты, да, то есть которые пожрали бактерий, и умершие лейкоциты как раз есть гной. Да, ну, это такое вот еще грубое уже слово «пожрание», потому что фалгоцитоз – это есть пожирание, да. То есть эти клетки, они как раз способны к пожиранию, к этому явлению фалгоцитоза. А те клетки памяти, они всех текиллеров, хелперов и прочих, они из себя как бы, ну, делаем. Да, да, да. То есть они... То есть к старости не может образовываться новый иммунитет. Старый работает так же, как и раньше. Ну, вот то, что тимус... Ну, тимус, он не функционирует, но есть лимфоузлы. Да, то есть в лимфоузлах они образуются. Просто тимус, он активно очень много нарабатывает их Т-лимфоцитов. И еще там один такой момент, то есть эти Т-лимфоциты, они как раз в тимусе, и... Ну, то есть тимус – это своего рода как школа. То есть как школа для Т-лимфоцитов. То есть очень жесткая школа, то есть те Т-лимфоциты, которые не годятся, допустим, для обнаружения патогена, то есть они тоже уничтожаются. То есть там очень жесткая такая структура для выращивания, скажем, этих Т-лимфоцитов, а потом тимус их выпускает. Так, еще есть вопросы? Ну, это все клетки нашей иммунной системы. Да, то есть их очень много, у них много названий, но видим, что они происходят от одной клетки, да, то есть и потом происходит их дифференциация. Ну, что можно сказать, что вот эта вот часть всех клеток, вот эта вот вся часть клеток – это будет как раз не специфический иммунитет. А вот эти вот клетки, они отвечают уже за специфический иммунитет. То есть они отвечают тем, что, ну, немножко выполняют вот эти вот не специфические, они отвечают немножко тем, что выполняют, ну, немного, может быть, разные функции, несут разные рецепторы к различным патогенам. Но клеток, иммунных клеток у нас очень много. Сбои в системе, сбои в иммунной системе, то есть различные иммунопатологии, которые здесь возникают. Ну, во-первых, опять же, иммунная система очень такое, ну, тонкое понимание, да, то есть она должна постоянно определять, что это патоген, да, именно в какой степени он вреден, этот патоген. Плюс иммунная система должна также отфильтровывать, да, свои клетки от клеток этих же самых патогенов. Плюс иммунная система должна отфильтровывать, то есть то, что проникает в наш там организм, молекулы различного, там, пыльца или ещё что-то там через животных, то есть она должна это отфильтровать, что это незначительный патоген, он не вызывает какие-либо злокали, ну, не является, скажем так, плохим для организма. То есть иммунная система должна очень чётко срабатывать. Плюс даже, допустим, когда даже эта самая клетка антигенопредставляющая, да, то есть притащит какой-то там кусок, то здесь, опять же, здесь идёт, скажем так, верификация, да, то есть здесь должно быть ещё несколько источников, да, которые говорят, что да, действительно там требуется помощь, потому что, допустим, возможно будет какая-то ошибка, то есть он, этот антигенопредставляющий комплекс притащит, ну, совершенно какой-то безобидный там белок, да, то есть здесь очень, скажем так, сложная система иммунитета. И, ну, конечно же, есть свои сбои иммунопатологии, когда ущемление невинных тканей и от охоты иммунных клеток на патоген, то есть чрезмерная охота иммунных клеток на патоген. От этого могут страдать и ущемляться ткани самого организма. То есть здесь, опять же, происходит, что, ну, нарушение, опять же, входит в белковых связях, да, то есть белковый язык в какой-то степени вводит в заблуждение иммунную систему. Иммунодефицит, то есть это когда неисправен или отсутствует какой-либо компонент иммунной системы, да, то есть их много, этих компонентов, и Т, и Б компоненты, и различные клетки, фагоциты. Если какой-то из этих компонентов неисправен, выпадает из общей этой цепочки последовательности, да, потому что специфический иммунитет, он, по сути, активизируется неспецифически, да. То есть если что-то выпадает, то организм не способен противостоять какому-либо патогену. То есть, ну, как пример ВИЧ, да, вирус иммунодефицита, который поражает Т-хелперы. Воспаление. То есть воспаление, если оно не спадает, если оно очень долго продолжается, да, что такое воспаление. То есть в воспалённом участке, опять же, накапливается определённое количество белков, которые притягивают фагоциты, которые вызывают, которые, ну, начинают там что-то пожирать, да, то есть если это было раньше бактерия. То есть если воспаление слишком долго не спадает, то здесь, опять же-таки, не только одна иммунная система работает, да, то есть воспаление, здесь происходит расширение кровеносных сосудов. Чтобы через кровеносные сосуды вышли вот эти вот лейкоциты или там фагоциты, то есть клетки нашей иммунной системы. То есть к этому месту происходит усиленное кровоснабжение. Это вызывает отёк, это вызывает боли, неприятные ощущения и так далее. То есть, ну, затянувшаяся, скажем так, иммунная реакция, да, то есть нет команды «стоп». Аутоиммунные заболевания. То есть когда система, иммунная система борется с компонентом своего родного организма, то есть она воспринимает его как чужеродный, то есть случается такой сбой в системе. И болезни, которые как раз вызваны вот этими сбоями иммунной системы. Это диабет первого типа, артрит, ревматоидная волчанка, рассеянный склероз, аутоиммунный гепатит, болезнь крона. Ну, что касается рассеянного склероза, раньше считали, что, допустим, есть органы, которые в меньшей степени, скажем так, подвержены иммунной системе, да, чтобы она там поменьше, скажем так, шныряла, это иммунная система. Это такой орган, как головной мозг, это плацента, то есть когда женщина беременная, и еще третий орган. Ну, выяснилось, допустим, что в головном мозге есть тоже клетки, то есть уже клетки, скажем так, вот оболочек головного мозга, которые тоже выискивают клетки, которые, ну, отработали свое, подчищают головной мозг от этих клеток. Опять же, если эти клетки очень активно, ну, активизируются, да, которые подчищают, то возникает это вот заболевание, как раз рассеянный склероз. Ну, это как бы свой иммунитет. Ну, это свой иммунитет. Таких клеток нет в крови, вот, ну, просто в организме. Ну, то есть там, да, то есть есть такая просто оговорка. А чем вот этот сбой отличается от первого? Что? Чем этот сбой, а вот иммунный заболевание отличается от первого, где подавление своих тканей? Ну, там, может быть, где? В последнем? Нет. Иммунопатология еще пораньше. Вот, да. А, это аллергия, мне кажется. Нет, аллергия, это немножко другое будет. То есть, здесь иммунопатология, и там уже возникает непосредственное заболевание. То есть, а здесь не в полной мере функционирует какой-либо орган, то есть, или ткань страдает. То есть, а там уже, когда вот эта иммунопатология, и переходит именно уже в заболевание. А по поводу этого мозгового иммунитета, как выяснили, что эти клетки существуют там? На крысах? Размышленные. То есть, это очень сомнительный факт, честно говоря. По поводу человека. Мне кажется, там, вернее, не кажется, есть информация, что там просто питание прекращается, клеток, и все. Ну, это... Просто прекращается питание, принимается решение не питать их, и они погибают. И они погибают. Зачем тогда эти штуки нужны? Может, виртуально? Может, это экстраполировали с крыс? Нет, нет, есть такие штуки, которые все равно, то есть, ну, скажем так, головной мозг, он должен быть защищен, только он не так, скажем, атакуется вот этими вот клетками, лейкоцитами. То есть, эти лейкоциты, они туда не проникают. То есть, там есть своя немножко, свои немножко клетки, которые занимаются этим делом. Гемобарьер не пропустит ничего? Вирус, по крайней мере. А, нет, называется, в клетке... Нет, зло касается, у него лейкоциты, по-моему. Ну, если клетка просто умрет, там же все равно какие-то куски от нее останутся, кто-то должен все равно мозг очистить. Красеный, реально? Нет, куски, а остальные, нет, саленчик, через желудочек. Аллергия. Аллергия – это когда иммунная система, через чурочувствительна к безвредным патогенам. То есть, когда он, ну, называется переполох иммунной системе, через, ну, вот, какого-то безвредного патогена. То есть, он почему-то читается как вредным, и нужно его атаковать. Да, то есть, ну, это обострение в основном в весенний период, когда все цветет. Ну, как пример. То есть, опять же, здесь что? Страдают слизистые, да? То есть, допустим, отек, слизистая очень активно работает. То есть, опять же, те, скажем так, места, которые непосредственно функционируют с окружающей средой. Да, то есть, активизируются клетки, и которые в эти клетки действуют на другие клетки, вырабатываются вот это вот биологическое жидкость, которые пытаются все это смыть. То есть, слезы смывают эти вот патогены, например. Так, значит, здесь, скажем так, время вмешиваться, да? То есть, как можно использовать знание иммунитета? Такой-то против ракового омлет. Значит, ну, здесь можно сказать, что берутся клетки, стволовые клетки, и эти клетки перемешиваются с селезенкой, с клетками селезенки. То есть, селезенка тоже относится у нас к органам иммунной системы. И органам иммунной системы. То есть, соответственно, вырабатываются, опять же, клетки крови, лейкоциты вырабатываются. И ученые еще вот эти вот, скажем так, группу клеток, которые они вырастили селезенку вместе с стволовой клеткой, они еще и вставляют в животное. И животное получает какие-то, как раз, допустим, антитела. То есть, это еще так делают, берут раковые клетки, ну, это выращивают в лаборатории раковые клетки с селезенкой. И в итоге образуются антитела на вот эти вот раковые клетки. И уже эти антитела используют для борьбы, но с каким-то определенным видом рака. Вот так вот. Ну, что касается постантибиотической эпохи, ну, это, допустим, такой бум, что многие препараты, которые борются с бактериями, антибиотики. Вот. Многие антибиотики, они нечувствительны к бактериям, да. То есть, из-за чего это происходит? Потому что, когда воздействуют низкими дозами на антибиотики, когда человек их начинает принимать, почувствует облегчение и перестает. То есть, ну, недостаточная, скажем так, патогенность на эти антибиотики. В итоге бактерии вырабатывают, ну, скажем так, иммунитет. Ну, то есть, они вырабатывают белки, которые защищают, которые бактерии становятся неустойчивы к этим антибиотикам. То есть, ну, это как бы такая проблема медицины. Значит, вакцины. Вакцина – вещь очень хорошая. Значит, ну, при её создании нужно учитывать максимальную пользу, да, то есть, максимальную выработку этих вот антител, конкретных антител на определённый вид патогена. И должна учитываться минимальная патогенность этой вакцины. Вот этот вот принцип. И вакцина – вещь хорошая, потому что вырабатываются тоже у нас клетки памяти, да, то есть, на определённый антиген. Плюс ещё человек, ну, переживает не все симптомы в полном расцвете, если бы он получил живой, хороший вирус или, там, бактерию. Вот. Ну, допустим, что интересно, то есть, да, вакцина – это хорошо, это замечательно, но то, что интересно, допустим, такие наблюдения, что противотуберкулёзная вакцина, то есть, детям, которые вводили эту противотуберкулёзную вакцину, то есть, у них наблюдался, снижался уровень смертности от других инфекционных заболеваний. То есть, реже возникает аллергия, реже возникает экзема. То есть, получается, эта вакцина, да, то есть, человек, когда переболеет, получается, эта болезнь, то есть, влечёт за собой ещё ряд положительных моментов. То есть, вот это вот в области вакцинации изучать довольно-таки интересно, да, то есть, что можно, допустим, с одной вакциной можно победить ещё ряд сопутствующих болезней. Ну, здесь можно сказать немножко про рак, да, то есть, рак – это взбунтовавшиеся клетки внутри нашего тела. Причём раковые клетки – это клетки живые, всё живое стремится к размножению, да, то есть, эти клетки делятся. Проблема возникает тогда, когда эти клетки впускают метастазы в другие органы. Плюс ещё эти клетки довольно-таки очень сложно, то есть, раковые клетки обосноваться в нашем организме, да, то есть, она должна возникнуть, она должна обосноваться, закрепиться там. То есть, плюс, если она образует ещё метастазы, она должна отделиться и проникнуть в другой орган, чтобы образовать там метастазу, то есть, пробиться через кровяное русло и так далее. И для развития опухоли тоже нужно питание, поэтому здесь меняются кровеносные сосуды, которые начинают питать опухоль, поэтому у нас опухоль начинает расти. И эти раковые клетки должны защищаться от иммунной системы, да, то есть, да, иммунная система находит эти взбунтовавшиеся клетки, она их обезвреживает, это происходит довольно-таки часто в нашем организме, но некоторые клетки, они могут выработать защиту от иммунной системы, да, то есть, соответственно, здесь, чтобы, допустим, победить рак, то есть, здесь нужно, допустим, подобным таким моментам, как взломать вот эту защиту, да, то есть, которую образовала раковая клетка. Ну, как борются с раком? Либо хирургическое вмешательство, либо радиотерапия, либо химиотерапия, да, то есть, это, ну, как бы то, что в основном используется, но существует ещё и иммунотерапия, то есть, это направление, которое как раз направлено то, на стимуляцию, скажем так, иммунитета человека. Допустим, эта вакцина Коули, она была ещё изобретена в 19 веке, то есть, здесь смесь убитых бактерий и бактериальные токсины. Вводится в человек, как раз, причём здесь рак, да, то есть, когда вводятся вот эти, ну, различные какие-то патогены, они стимулируют иммунную систему. Соответственно, стимулированная иммунная система, она более эффективно борется с этими взбутовавшимися клетками. Ну, как бы такой эффект получается. Ещё один из моментов, значит, Т-лимфоциты, встраиваются новые гены. Здесь идёт как по аналогии с ВИЧ. То есть, ВИЧ, когда внедряется в Т-лимфоциты, да, то есть, он внедряется в Т-лимфоцит, прикрепляется, начинается копирование. Здесь, по сути, то же самое. То есть, внедриться в Т-лимфоцит может ВИЧ. Поэтому взяли ВИЧ, убрали у него то, что вызывает заболевание, да, то есть, патогенную часть от ВИЧ, и оставили ту часть, которая самостоятельно встраивается в Т-лимфоцит. То есть, это нужно для того, чтобы потом Т-лимфоциты смогли напасть на раковую клетку. Значит, и, ну, ещё к иммунотерапии можно отнести противоопухолевые антитела, которые специфичны к определенным опухолям. Ну, здесь, опять-таки, берут раковые клетки и могут смешивать с, каким, раковые клетки. Ну, я уже говорила, там, против раковый омлет, да, то есть, когда берут раковые клетки и смешивают их с стволовыми, допустим, клетками или с клетками селезёнки, и начинаются, вырабатываются антитела на этот конкретный рак. И потом уже эти антитела вводятся в организм. Радиоиммунотерапия. То есть, здесь прикрепляются радиоактивные молекулы. То есть, не весь организм облучается. То есть, когда идёт облучение всего организма, здесь первым должны умереть вот эти раковые клетки, да. То есть, радиоиммунотерапия, то здесь позволяет именно направлять облучение на конкретную опухоль, не на весь организм. И ещё такое вот вещество, как эпилим, лимунаб. Он, как раз, его действие направлено на то, чтобы сорвать... То есть, там рак должен защититься от иммунитета, да. То есть, действие этого препарата, оно будет направлено на то, чтобы вскрыть вот эту защиту раковой клетки и направить уже на неё иммунные клетки непосредственно самого организма. Можно вопрос? Да. Просьба немного подробнее сказать о четвёртом СМИДе пункте. Как Т-лимфоциты со встроенным ВИЧом, в кусты, в кавычках, как это помогает Т-лимфоцитам располагать ракусь? Т-лимфоциты со встроенным ВИЧом. Вот это вот... А, не, не, что называется? Забыла. Да, то есть, что называется? Забыла. Да, да, то есть, там, ну, как раз вот именно направлено на то, что именно вот ВИЧ... Просто со стороны, как человек, не суда мне, может показать, что Клин Клином вышибает. Нет, здесь не Клин Клин, там немножко другое. То есть, там, если я не ошибаюсь, то есть, там должен нести этот ВИЧ, да, то есть, вот этот вот, он встраивается в Т-лимфоцит, и он, по-моему, если я не ошибаюсь, к нему присоединяется эта информация, которая помогает бороться с Т-лимфоцитом. А, то есть, он не пустой ВИЧ? Да, то есть, его нужно для того, чтобы он присоединился к Т-лимфоциту. И уже Т-лимфоцит тащит, вот, скажем так, ну, присоединённую вот эту вот, ну, полезную часть, да, то есть, получается, он нужен к тому, чтобы присоединиться. Вот эта часть. Как инструмент донести что-то? Как инструмент донести что-то, да. Значит, про ускорители. Ускорители те, которые ускоряют нашу иммунную систему, да. То есть, ну, чтобы применять вот эти ускорители, то здесь нужно понять, что мы ускоряем именно в нужный элемент нашей иммунной системы. То есть, наша иммунная система состоит из очень большого количества различных элементов. То есть, в первую очередь, из органов иммунной системы, да, начну с этого, которые образуют эти клетки иммунной системы. То есть, что мы должны ускорить, да, конкретно. То есть, что мы должны образовать? Т, Б или фагоциты? На какой именно орган должны подействовать, да, чтобы пошла выработка этих клеток? Кроме того, здесь может быть такой вопрос, уверены ли вы, что ускоряете не слишком сильно, да. То есть, возможно, очень большое количество выработки иммунных клеток, которые могут потом привести к аутоиммунным заболеваниям. То есть, здесь тоже нужно понимать, в какой степени это будет все ускоряться. И так как иммунная система довольно-таки сложный устроенный аппарат, и, по сути, до конца не ясны некоторые моменты, некоторые механизмы, и поэтому ускорять непонятно что, ну, это, наверное, сложно. Вот, скажем так. То есть, и заболевания, которые возникают у нас, да, то есть, должно пройти, ну, скажем так, основные фазы, да, то есть, должно выработаться иммунитет на конкретный патоген. А то, что мы ускоряем, мы не вырабатываем, ну, так, антитело, да, на какой-то конкретный патоген. Мы не вырабатываем. И должно выработать сам Б-лимфоцит, это антитело. То есть, должны вырабатывать сами те же самые Т-лимфоциты на конкретный патоген. То есть, здесь непонятно, что мы вообще хотим добиться от иммунной системы. Те же самые вот эти препараты, да, иммунные депрессанты, они направлены на угнетающее действие на иммунную систему. То есть, их применяют в основном тогда, когда пересаживают органы, да, то есть, человеку пересаживают какой-либо органы, он является чужеродным, и организм его отторгает. Чтобы не было отторжения, человек вынужден принимать все время вот эти иммунные депрессанты, которые подавляют иммунитет, то есть, меньше вырабатывается клеток иммунных. Иммунные стимуляторы, они стимулируют функцию иммунной системы, опять же, стимулируют в том плане, что увеличивают количество лейкоцитов, да, все. То есть, вот они стимулируют, увеличивают количество, а конкретно против кого-то и чего-то здесь нет такой конкретной направленности. То есть, увеличивают их выработку или они как-то искусственные? Выработку, да, то есть, опять же, они, получается, действуют на органы иммунной системы, да, то есть, это на что? Красный костный мозг, это селезенка, да, то есть, на это то, что вырабатывает. И иммуномодуляторы. Ну, здесь, наверное, это иммуномодуляторы, то есть, это те, которые либо угнетают действия, либо повышают. То есть, здесь такой вот, ну, спорный момент, да, то есть, когда нужно угнетать, когда нужно повышать. Ну, если, допустим, иммунодепрессанты или иммуностимуляторы, то есть, ну, по сути, конечно же, здесь не само лечение в каких-то моментах, да, может быть, действительно там требуется выработка лейкоцитов. То есть, это производится уже после, ну, достаточно глубокого детального анализа наличия, да, и количества лейкоцитов, которые есть у человека. То есть, есть тесты, анализы, которые как раз показывают иммунограмму, по-моему. А за счет чего они увеличивают производство или уменьшают производство лейкоцитов? То есть, как они вообще работают? Ну, получается, они, то есть, сами лейкоциты, они вырабатываются в органах иммунной системы, так? Значит, получается, действующее вещество направлено на угнетение функции по выработке клеток, либо на стимуляцию. Ну, а каким образом это происходит? То есть, как заставить клетку там реже делиться? Как это делается? Ну, делается. То есть, направляются какие-то, может, там, химические вещества. То есть, в этом плане я не могу сказать точно, как именно работает. Я правильно понимаю, что иммуностимуляторы, иммуномодуляторы нужно принимать в конкретных иммунных заболеваниях при конкретном случае? Да, просто чтобы я пошел в аптеку, да, вот я не заболею там гриппом, да? То есть, это нет. То есть, и здесь уже идет именно детальное вмешательство врачебное, то есть, направлено на именно проблемы, если это именно с иммуносистемой. На прошлом слайде у вас там не было химации и пурпурной, и всяких производных от нее. Что значит, что она работает? То есть, опять же, здесь имеется в виду, понимаете, да, конкретное какое-либо заболевание, да, то есть, чтобы не заболеть урви, да, то есть нужно принимать иммуностимуляторы, да, то есть, как правило, то есть все они обладают иммуностимулирующим. Это все понятно, потому что написано, вот у вас написано. Ну, это просто как пример. Да, вот перечислено, они не работают. То есть, они только суть названия, а смысла у них нет. То есть, там у вас не написано препарат, который тоже считается иммуностимулятором, но очень широкированно применяется. Эферноцерпурно. Да, она применяется. Она является таким же неэффективным, как эти перечисленные, или она все-таки какая-то эффективная? Ну, опять же, то есть, допустим, выработка лейкоцитов, она может увеличиваться. То есть, выработка сама лейкоцита, все. Понимаете? То есть, увеличивается количество выработка лейкоцитов, да. То есть, а именно то, что организм там, ну, там 100% не заболеет, то есть, это не факт. То есть, нельзя получить такую 100% гарантию. То есть, вы можете его применять, но оно, допустим, на выработку лейкоцитов, оно влияет. Но здесь имеется в виду конкретно, да, то есть, направленное, что вы там не заболеете, вот именно вот это вот гарантия, да. То есть, это же нет гарантии такой. То есть, да, она влияет, она стимулирует. Да, то есть, опять же, все равно повышенное количество лейкоцитов, да, то есть, плюс надо быть еще какие-то активные лейкоциты, чтобы бороться. Да, вот это очень красивая схема, метаболические пути в нашем организме. Здесь она просто не уместилась, а она так вот выглядит во всей красе. Нет, у меня здесь была ссылка. Ссылка, как раз вот можно зайти на этот сайт и посмотреть вот эти вот метаболические пути во всей красе. Ну, или, может быть, я не знаю, там набрать в интернете метаболические пути. То есть, здесь показаны химические реакции в нашем организме. То есть, получается, одно вещество образуется, это же вещество тут же вовлекается в какой-то цикл, в другой химические происходящие в нашем организме. То есть, очень красивая цепочка, которая показывает, как, скажем так, друг с другом взаимодействует, такая вот, ну, как бы, транспортная схема, да, то есть, законченные циклы, линейные, какие-то там, доставки веществ, которые направлены на то, чтобы нормально функционировал наш организм. То есть, по сути, также, наверное, можно изобразить и действия иммунной системы, да, то есть, разобрать конкретно каждые клетки, что их стимулируют, какие вещества, название этих белков. То есть, стрелками тоже можно показать, на что они влияют и получится то, что, конечно, красивая схема. Вот, то есть, да, 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 то есть, это еще, как говорится, не предел, но очень, да, красивая такая познавательная штука, очень впечатляет. Так, что здесь можно сказать про пищевые волокна, кормим бактерии. Пищевые волокна, то, что, ну, может быть, там, можно, да, нужно их есть, зачем их есть, по сути, пищевые волокна, они не несут в себе какой-то питательной нагрузки, да, то есть, они для организма нам не нужны, то есть, это балласт. Они нужны для наших бактерий, которые здесь живут. Бактерии-симбионты, то есть, здесь связь такая прослеживается некая между бактериями-симбионтами и нашей иммунной системой, потому что некоторые бактерии-симбионты, они дают сигналы нашей иммунной системе, что здесь вот враг, то есть, они в этом плане могут нам оказывать содействие. То есть, здесь, опять же, это белковая взаимодействие, ну, белковая такая вот сигнализация, то есть, наши симбионты, наши бактерии, ну, скажем, здесь тоже, ну, что, конкуренция, да, то есть, конкуренция за среду обитания. Поэтому некоторые бактерии питающие у нас дают информацию иммунной системы, что здесь находится враг, и иммунная система их атакует. То есть, в принципе, вот эти пищевые волокна, они нужны для нашей микрофлоры, которые живут там, развиваются и помогают нам. Еще здесь связь иммунной системы и нервной системы, да, то есть, эффект плацебо, то есть, причем оказывается, что, допустим, совершенно не несущее себе какое-то там терапевтическое там целью начало лекарственного вещества, он начинает помогать организму. То есть, здесь, опять же, нервная система. То есть, ну, хочется сказать, что иммунная система, опять же-таки, не изолирована, да, то есть, вообще она не действует. Иммунная система взаимодействует и с нервной системой. То есть, нервная система, она дает сигнал, опять же, белковый сигнал для активации иммунной системы. Поэтому здесь плацебо возникает у нас где в головном мозге, да, то есть, здесь, опять же, получается сигнал для иммунной системы. те же самые допустим рецепторы боли они также дают сигналы для активации иммунной системы то есть даже быстрее здесь происходит активация чем молекулярная активация а программа с фруктами то есть в америке начинает вводиться такая система выйдет или нет то есть когда людям непосредственно прописывают есть фрукты раздрежь пищевые волокна то есть проблема современного человека в том что мы уже потребляем готовую пищу богатая белками богатая жирами но углеводами но мало клетчатки на то есть и для того чтобы человеку допустим нормализовать свои процессы еще не в том числе и наладить иммунную систему то есть необходимо красоты пищевые волокна для скажем так и создание благоприятной среды для бактерий то есть поэтому будет у них намеренно не ввести им скажем так рецепт на о на фрукт или на овощ то есть врач непосредственно выписывает конкретно прописки такие фрукты нужно есть как все рода как рецепт то есть только идет с этим рецептом на рынок и получает фрукты по плацебо это просто как бы знаете допустим это ну опять же с нервной системы связь это гипотеза ваша нет это не гипотеза то есть это я прочитала опять же здесь вот опять связь с нервной системы а нерв ну и в данном случае блуждающий нерв вырабатывает определенные вещества называются они нейротрансмиттер или цитокин эти вещества эти вещества вырабатываются в кровь которые воздействуют на элементы иммунной системы то есть здесь вот но получается и нервная система да и гуморальная система когда задействован некоторые гормоны но эта схема здесь не показано работает и активный элемент иммунной системы ну то есть один из допустим таких нейротрансмиттеров является также дофамин то есть он управляет действием регуляторных т-лимфоцитов да то есть те которые помогают убивать то есть такая вот связь нервной системы и иммунной системы представление об иммунитете то есть представляя иммунитет можно сказать что иммунитет это у нас и нейроиммунная система то есть когда и нервная система да в купе с иммунитетом взаимодействия нервные нервы блуждающие нервы регулируют допустим работу иммунной системы то есть выбросом определенных биологически активных веществ нейроиммунная эндокринная система то здесь еще подключается и щитовидная железа тоже имеет отношение к регуляции активации иммунной системы и психо нейроиммунология эта психо нейроиммунология связана с эмоциональным состоянием нашей системы как наши эмоции влияют на на работу нашего организма психо нейроиммунология то есть еще такого встретила как бы определение да то есть все это в кучу и стал скажу в коммунитет у всех к нейроиммунология когда мы смотрим фильм у нас нужно меняется зависосудистая система на то есть либо в тонусе либо она расслаблена на то что мы смотрим то есть это опять же плюс расслаблена в тонусе это одно да ну здесь еще что расслабляет расслабляет опять же гидо биологически активный вещество 아니라 белки которые воздействуют гормоны которые воздействуют на нашу кровеносную допустим систему новые и в той же степени на иммунитет то есть нашу моно система она должна у нас Воспомнить, воспринимать, откликаться, общаться. Ну, допустим, такое понимание, что она озабочена своим собственным я. Что значит своим собственным я? То есть, по сути, каждая, наверное, клетка нашего организма считает себя главной. То есть, может быть, иммунная система в этом плане тоже. Взаимоотношения. То есть, наш организм, он со мной не изолирован. То есть, бактерии к нам приходят извне, поселяются в нашем кишечнике. Плюс эти бактерии, они же не просто там живут. То есть, они выделяют определенные вещества. То есть, это будут белки, эти вещества, как правило. И эти белки, они все равно тоже влияют на наш с вами организм. Такое вот кишечное общение. Что касается этого. То есть, по сути, мы с вами, в отличие от человека дальнего, то есть, мы заключены с вами в рамки. То есть, рамки – это наш дом, мы находимся. Рамки – это наша работа, тоже закрытые помещения. Рамки – это метро, это машина, транспорт. То есть, мы находимся в этой среде. В этой среде, что еще может находиться, кроме нас? Бактерии. Причем эти бактерии, либо наши собственные бактерии, окружающие нас людей. То есть, по сути, мы находимся в своей же микрофлоре. То есть, другая микрофлора извне, из окружающей среды, к нам сюда не проникает. То есть, в той полной мере, которая должна проникнуть. А если лизнуть качели? А? Если качели лизнут, то проникнут. Если качели лизнут, то проникнут, да. То есть, получается, должен быть отбор. То есть, должны поселяться другие организмы в нашем... Суфта. Мире обнаглеть, да. То есть, а то они почувствуют там полноправными хозяинами. То есть, ради качели надо качели, да? Да, надо подходить, да. Надо бы губы посоветить. Да, лизать. Так. Ну и где у нас богат микрофлора? Это свежий воздух, да. Иммунитет. Ну, как я уже говорила, да. То есть, тимус стареет быстрее всего и меньше вырабатывает лейкоцитов. Значит, кроме того... Ну, проводились некоторые опты, которые как раз показывали, что удаление тимуса способствовало снижению иммунитета. Значит, сон, да. Причем здесь сон, иммунитет и старение. По сути, когда организм наш заболевает, здесь включается, опять же, целый набор поведенческих реакций, да. И вот одна из них – сон. То есть, мы больше спим. Организм меньше тратит энергии на какие-то передвижения. То есть, больше энергии нужно на как раз стимуляции иммунной системы. То есть, поэтому человек спит. И, ну, опять же, ну, ладно. Так. А что-то сон менее 7 часов сокращает количество иммунных клеток людей на 30%. Медицинское голодание. Голодание всем интересно. Положительное влияние на иммунитет. Медицинское голодание. То есть, получается, голодание – это стресс для организма. А при стрессе происходит активация этих самых иммунных клеток. А это вот не научный сайт, да? То есть, новости веки. Да. Приказно. Сок. Ну, следом, при этом, который уже просили. Ну, да. То есть, как бы, да, есть такое вот. Ну, в принципе, стрессы, они стимулируют, да. Наш организм. Холод, голод и бактерии. И бактерии. Необходимо питание, чтобы создавать новые клетки. Как раз в этом сердце. Ну, питание, да, конечно же, никто не отменял. Но голодание – это значит, что мы всю жизнь взяли и голодаем, да. На протяжении. То есть, есть определенные там, день-два поголодали. Потом опять покушали. И побольше балласта, клетчатка. Ну, точнее, там, где-то, которые говорят, по длинной жизни, например, голодание. Таким, постоянным. Как бы, в мешах. В мешах плюс семь спасан. А в голодании еще нет, там, 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 там. Да, ну, там, 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 там. Ну, быстрее бывает, но все на свежий воздух, да. Все на свободу. Все на свободу. Так. Ну, да. Ну, то есть, что почитать? Ну, во-первых, наверное, я думаю, основы монологии. То есть, основы монологии, любые основы монологии. То есть, любой какой-то учебник. Начать хотя бы с того, что взять открыть и посмотреть. Для вас понимаемые, читаемые надо брать. И почитать. Потому что, когда вот читаешь основы, да, то есть, что, как, зачем. То есть, ну, не знаю, мне кажется, знание основ, это знание потом уже и последствий. Ну, вот, в принципе, у меня все. Такой вопрос. Как раз для тех, кто хочет только познакомиться, основы монологии. Если вот они, как бы сказали, более-менее все нормальные источники, что касается основ, может быть, есть какие-то, что читать не стоит? Ну, я не знаю. Понимаете, а, именно, которые не стоят. А, ну, что касается основ, монологии, в принципе, любой учебник подойдет. То есть, любой учебник. То есть, основы вы получите, да. То есть, а уже какие-то детали уже более глубокие. То есть, был более глубокий, это когда вы будете дать основу. То есть, основы, это именно строение, да. То есть, даже вот с самого этого, даже это в этом тимусом, да. То есть, как происходит там распределение этих вот Т-лимпоцитов, да. То есть, почему они становятся негодными, почему их там утилизируют, да. Почему некоторые оказываются нормальными, и их тогда выпускают. То есть, очень такой жесткий контроль. Ну, то есть, да, интересная вещь. Вопрос, у среди на поле доступной информации такой явной терись, которая была бы еще популярной, нет. В смысле, учебник? Знаете, такое... Можно, наверное, это, да? Ну, да. Польем, я говорю, это много, что-то. Нет, просто положу. Даже в вашем, в вашем, в вашем, в вашем... Ну, то есть, можно сказать, что, может быть, если хочешь что-то понять, да, то нужно знать, как это эволюционировало, да. То есть, вот иммунная система, да. То есть, она эволюционировала на протяжении там нескольких миллионов лет. То есть, даже самый громадный этот неспецифический иммунитет досталось нам в процессе эволюции. То есть, даже можно посмотреть, как интересно иммунитет работает у других животных, да. Или, допустим, вот этот самый распространенный такой тоже мнение, акулы, да. То есть, акулы, они, по сути, раком вообще не болеют, да. То есть, и тогда начинают, что? Люди убивать акул, акули хрящ, да. То есть, вот это лекарство от рака. То есть, да, у них есть там специфика в своем иммунной системе, но ты не знаешь, что их нужно убить, и есть акули хрящие, и мы не будем болеть раком. Можно небольшое объявление? Если вам понравилась лекция, и вы хотите изучать биологию, мы запускаем курс по базовым темам биологии. Значит, там 8 блоков, освещающих разные такие начальные аспекты. Сайт belletlife.ru, вот, можете оставить заявку, месяца через два мы запустим, вот, такой пробный проект. Потому что, мне кажется, есть очень много лекций, которые последние научные данные освещают, а нету у многих базовых каких-то представлений начальных, вот, и чтобы, как бы, ну, следить за здоровьем, чтобы понимать реакцию, это, мне кажется, очень полезно. А дальше только следы, чтобы хотя бы понимать и знать строение своего тела, да? То есть, как оно работает? Ну, чтобы вовремя пожаловать в кровь в обращу, допустим, можно было, чтобы как-то нормально с ним говорить на одном языке. И понимать, главное, что он говорит. Продливать жизнь, да, если бы. Еще возможный вопрос? Да. Вы говорили, что органы, которые вырабатывают биологию, биологию, иммунная система начинают расслабливать? Ну, в этом, ну, да, иммунная система, да, она начинается. То есть, по идее, у детей вообще самая сильная иммунная система? Она у них, знаете, она у них еще не, скажем так, не натренированная. Вот у взрослого человека, она уже натренированная иммунная система. А у маленького ребенка еще нет. То есть, она должна еще, скажем так, натренироваться. То есть, у него еще маленький жизненный опыт, да, чтобы свою систему в полной мере наработать. Ну, она, видимо, самая адаптивная. Ну, она у него... Ну, а сумасшедшим некомболизм здесь, или она... То есть, опять же, у детей, у них больше уйдет времени, но на выработку специфического иммунитета, чем у взрослого человека. То есть, это не значит, что у него активность, что он не болеет. Дети набор получащих болеет, да. То есть, потому что у них система еще не адаптировалась. Вот это даже специфический иммунитет, его второе название адаптивный. То есть, он адаптируется. Потому что громадная доля остается нам по наследству, да, не специфически. А все остальное, организм вокруг нас, мир меняется, мутирует, да, и то есть, и поэтому должна быть часть защиты, которая отражает вот этих вот, ну, скажем так, агентов, которые еще, ну, были, так как, неизвестно, кто думалится. А если, например, у родителей выработан какой-то специфическим иммунитет, да, ну, то есть, не станет выработать, то он как-то передается. Вот, да, то есть, опять же, когда мать вынашивает ребенка, да, то есть, она доставляет ему свои антитела. И когда женщина кормит грудью, тоже происходит обмена антителами, то есть, даже если ребенку делают вакцину, да, то есть, какую-либо, то есть, антитела ребенка могут проникать в тело, ну, антитела теломатери. То есть, включать иммунные очень тесные вот это взаимоотношения. То есть, если ума есть этот антитела на какой-то патоген, он передается однозначно ребенку. Слушаюсь, приобретал ему признак, передается в наш лёстке. До какого возраста это происходит? До этого одного ребенка? В смысле, что до какого возраста? Грудное оскорбление, значит, позитивно. Ну, работает эта система, да, как-то? Работает эта иммунная система несколько первых там месяцев, я не могу точно сказать. То есть, потом уже, скажем, а вот этот потопка антитела, он ниже становится, да. То есть, самые первые месяцы, не могу сказать, то есть, все месяцы уже бесполезны. Ну, по сути, то есть, там уже поток антитела уменьшается. Много мифов на этот счет. То есть, сначала он усилий, а потом он просто уменьшается. То есть, там просто уже будут питательные, скажем так, вещества. Потому что, опять же, это все у нас, что, биологические жидкости, да. То есть, а эти антитела, это белки. То есть, они, по сути, у нас находятся, патрулируют по всему организму. То есть, то же самое и мрачные железы и женщины. Ну, видите, это гистологические исследования. А если верить в плацебоэффект, то получается, дальнейшее скармливание, это как плацебоэффект для ребенка. Здесь уже просто он, ну да, то есть, уже готовые антитела. Опять же, как для ребенка, если ребенок это понимает, да. А он не должен понимать, просто связь чувствует с матерью. А, ну если бы в этом плане тоже. Экономционально, да. Да, да, да. Да, да. Ну, да. Поэтому, это если верить в плацебо, поэтому надо ссылочку на то, если это интересно очень разобраться. Вот, который плацебоэффект, да. На иммунную систему. То есть, тут слишком может быть плацебоэффект. Такая вспышка. Да нет, конкретно как этот эффект, да. То есть, получается нервная система, да. То есть, активирует иммунную систему, да. Да, да, да. Как вот этот механизм, да, вот этот статью. Просто мне интересно, насколько этот механизм. Сколько споров по другому спорю. Интересно, что это. Я не взяла с собой еще одну книжку. Давайте я спешу ваш адрес. А можно, ну, я не знаю, там у вас страничка появилась? А, у меня есть и в этом, в фейсбуке. Ну, в фейсбуке. Да. Мария Гавриловна. То есть, можно найти легко. А, английский. Да, да. Мария Гавриловна, английский. Сейчас. Сейчас. У меня только вот этот вопрос. Нет, нет, просто... Базовый просто. Да, базовый, это же плацебо. Конечно, дело не в знаниях. У нас интерес. Понимаешь? В общем, листовой, анатолий. Ну, биология, базовый. Кто по образованию? Нет. Технология. Физик? Просто технология. Пожарение? Причем. Ну, может быть, оборудование. Да, мы тоже. Главное, это все. Кофе крем-медицинское. По поводу ресурсов. А, то есть, крем-медицинское. Да. Ну, вы, крем-модлость не на розы, это все. А, там, вот, стеклеты зарабатывают. Вообще, крем-медицинское. Да, крем-медицинское. Да, крем-медицинское. Крем-медицинское. А, ну, я понял. У вас не что-то. Я сейчас это не понимаю. Крем-медицинское. А почему-то считает... Палатыши, да, там, обычный. Мозги заморожены. Спрашивай. А, кстати, это трюч. А если оживление не прийдет. Хорошо. Ну, то есть, крем-медицинское. Кто сказал, а кто-то лежит с собой. Он нормально. Он не знал, да. Он очень грубый и... Точнее, пока что... Да, скромно. Кто вообще замерил? Нет, замерили... Нет, личность-то понятца. Сколько он жил? Сколько он жил? Вы спорите на фейк? Ну, правда. Если хотите... Нет, я тоже раньше... Нет, я даже в свое время раздумывался на тело, о чем-то случилось. Ну, когда познакомился, то уже... Я по-клюже познакомился с ними в элитике. И задал вопросы, и ответили. Какие вопросы? Сколько пожилая собака под названием? Сколько можно? Да нет, они же... Они играют... Но, на этом, по-кому, по-кому, по-кому. Вероятность есть, что лучше смотрят. Я не оценивал, как очень низкую. Ну, они тоже ценят... Вот очень низкую. От хорошего форума она оценит и вероятность. Нет, это понятно. Оценить и вероятность за то, что это... Это понятно. Но вероятность нервов, если ты похоронен, сожручил, и вообще не логовит А, кинопон передал, ладно? А, нет, ну пожалуйста, кинопон может и вообще... А мне ничего не надо То есть ты такой, я переговорился совсем Я выключился, и всё, мне это устраивает Я просто расслабился, что происходит Заснулся, но... Столько назад тебя ж не было, и ты не палец Я вот всегда чувствую, что вы боялись света, я всегда думал, что вас не было до этого Но вы хотите когда-то, вы же не побоятся Больно не побоятся А, то есть вы не думаете, если что-то не... Смотрите, получается, эти лимфоциты, да, то есть они делятся, да, они барабачатся А делиться за свой цикл поделился, и всё То есть получается, ну, постоянный цикл То есть клетки делятся Смотря на какая клетка памяти То есть есть клетки памяти долго живут, а есть клетки памяти, которые живут не долго У них уже свой запрограммировано Поэтому некоторые прививки, да, нужно делать несколько раз Осталось Может это вообще, знаешь, такой порой, как порой, у тебя нет Да А что за тебя нет? Опять же, те лимфоциты, да, то есть у них есть генетические аппараты То есть генетические аппараты Завтра у тебя анализируют Которые находятся на поверхности, да, вот этих прецептах Арсенал, да То есть получается вот эти вот те лимфоциты, то есть вот эти вот те клетки, они способны, скажем так, ну, к мутации, да, то есть вот это ДНК, есть особые участки, которые вырезаются, да, перемешиваются, и поэтому немножко их изменяется Да, и поэтому у них антигены, те, кто рассчитывается, это ДНК, будут немножко отличаться Да, и поэтому ТН, и все расты, да То есть ДНК, здесь даже не формация А просто убедился, что это рецепторы Да, 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 да Нет, не то, что не мог убедиться Потому что ты не убедился А ты, вот, общался с Бэби Да, да, да А вот взять эту миновенку Я ничего не знаю Ну, как плавать Если вот по каким-то образом Хорошо Я просто не знаю, что одна третка, она там, я не знаю, там, хотя бы, там, я не знаю, до 70 лет Миновен, знаешь То есть, если есть частички Оттаялся в поднятиях, возможно Да, да, да То есть именно вот эти клетки, они вот к этому способны То, что у них происходит вот эти вот мутации, да, то есть, у них есть так, что-то так Понятно Понятно Но они уже не половина Тридцать процентов Токсичные клетки Утверждаешь то, что уже не половина Почему не половина Да, да, да Потому что заходишь на сайт Первый Криорус Да, Криорус Хожу на сайт И мне пишут то, что там обгодыруются Ну, то есть, пишут всё, что им надо Нет, это понятно Ты пишешь Заходишь на официальный сайт Криорус – это не научный сайт Да Это вам Это вам Я даже не знаю Научный источник какой-то Научный источник какой-то Я тебе скажу Не-не-не-не Скриорус я не буду Я тебе не могу Я тебе не могу Подменяюсь 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 То есть, здесь вот Вашли где-то антитела Ну, хотя бы всё только Понятно А как он действует? Как он действует? Как он действует? Что он вырабатывает? Что он подменяет? Это да, это да Это да, это да Поэтому я не буду Подменять То есть, как Должны быть готовы Опять же, что антитела 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 Или ТФ-деклет Они должны быть готовы Да Он не может этот препарат Уже готовый Он, опять же Может стимулировать Опять же, что Организм Органа Который вырабатывает Вот эти препараты Наверное, вы правы Да, наверное, действительно Это возможно Это возможно Это возможно Заморозный пост Который ключик тебе содержит Но он задаёт Родовому тету По-другому Это так же Может быть, это работает То есть, он не может содержать Препарат Да, уже готовы Который ключик То есть, организм Нужно их сам выработать Опять же, вот этих комбинаций Ну, второе вопрос По поводу радости Одно из Ну, несколько Средств борьбы Эти кусты Учивать Терапию Терапию Так или иначе Они косят много Что-то в него рак Уменьшают, грубо говоря Техол клеток В организме Потому что Много на этом родить И вот У меня такой Вопрос Я думаю, что Рак Нужно На что все-таки Деодировать Деодировать существенно Меньше Чем на какой-нибудь Батоген С которым выраст Нормально Это К тому, что После таких Глобальных ударов Терапия Терапия Умирает Но С ним Иммунитет Силы До порога Ну да Нет 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 Они Клетки Изминтовавшиеся Они просто начинают Не так делиться Неправильно делиться То есть Симпетическая информация То есть Все равно Иммунные клетки Находят Они в любом городе Они должны Это Жизнь Больше Это Когда Клетка Начинает Мультировать Она Машкируется Это Другой Терапия Она Закончает Моноген Если Если Не Сделать Кристалли Есть Оттуда Вода Обратно Разрушить И То Что Там Пример У Это Часть В На В В В В В В В и вообще какие угодно. Да, да. Да, но эта тема-то и есть, да. У вас есть очень интересная проза «Похлала глупости хромосом». Вы читали? Да, да. То есть, там есть и научные ссылки, и там очень таким интересным языком описываются. Мне очень интересно почитать, то есть, вообще. И так красиво про это взаимодействие молекулярное. Есть описанные вещи интересные. То есть, как, допустим, те же мутации, которые у нас происходят довольно-таки часто, то есть, они очень жестко подавляют, опять же, целую кучу проб, которые регулируют, опять же, этот синтез, не знаю, ДНК. Да, да, да. То есть, в этой книге очень интересно, так доходчиво, я считаю, написаны некоторые моменты «Похлала глупости хромосомы». Это можно у нас контакты, это интересно. Да. У нас есть к тебе вопрос, такой как физик. Я боюсь. Правильно, боюсь. Ответы привлекают, что в принципе выйдет. Вот такой вопрос про пространство. Давайте по почту. Да. 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 Я могу так сказать, что, короче говоря, потенциалы взаимодействия, они от пространственных координат и местозначения меняют. Грубо говоря, если не теми эвалентными электронами пролетают, не той стороной, он просто не зацепится. Зато, если ключ подходит, то он подходит очень быстро и очень быстро. У вас рубашки одинаковые. А вы команда потому что. А я такой, я босс. Я более грубую. Чувствительно, что он очень сильно зависит от координат. Ты задал вопрос? Нет. Извините. Смотри. По поводу крионики в нашей споре. На чьего? Смотри. В принципе, теоретически, возможно ли обратная микроволновка? То есть, волнами не разогреть и отнять энергию. Шкловой насос, но только волновой. Грубо говоря, если мы сможем из мозга отнять энергию мгновенно, то как раз он заморозится без кристаллика. И период, когда реально будет работать, а не как сейчас. Аморфный лед, 9-й лед нужно по структуре. Волновь. 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 Электромагнитные. Ну, наверное. Волновь. Волновь. Это гипотическое расширение. Это, конечно, возможно. Электромагнитные. Самый простой вариант, короче говоря. Волновь. Волновь. Ну, это входчики у шаттл встречаются. Один из шаттл, потому что у него, грубо говоря, на форсунке двигателя, который особо не давал, что образовался, двигатель запустился лучше, чем надо. Вот. И позднее пожитание топливной жидкости. Там не жидкость, там, типа, туманная дверь. Вот. Вот. И здесь, то есть, струя же, они входят. И соплое, это попадает в расширение. Вот. Там очень упала температура, и произошла коммунсатель. Вот. Из-за этого поджиг двигателя чисто детонационный. То есть мощнее, чем надо. Ну, это просто выхлоп был, да? Нет. Выхлоп – это… А именно расширение? Друга говоря, йод забился от лох. Когда он же начался, вот эта физкульт-эйда, он же не из воды был, а вот как раз из воды. Вот. Разрушение. Вот. Проще всего. Я просто, что по работе имею с данной системой делаю. У нас там жидкий СО2 и сжатый аргон. Короче говоря, баллон с газом открываешь, вот просто резко открываешь, резко закрываешь. Вот. С аргоном? А, или СО2. С собой. А, не, не. Вот. Плюс 20 на улице замораживается вот эта форсунка выхода. Да. У нее отобразуется, которая быстро таялась. Ну, я еще так рупор обжигал. Нет. А как материал охладеть волновым путем? То есть… Вот, или кромогнишку. Нет. Неважно. Неважно. Если в этом воздействие способны выбить энергию. То есть погасить энергию в атомах. Можешь в атомах. Акустически, грубо говоря, отогнать… Типа, прежде всего, если мы сказали, как, например, воздух или вещество отогнать, давление увеличить. А. Ну, то есть, опять же, обезья конвекция. Правильно? То есть, ты обгоняешь конвективным путем. Правильно? Такой отложен будет. Я думаю, что можно сделать, грубо говоря, психический резонанс. Отогнать стоячую волну. Представляете? Да. Ну, смотри. Я стоячую. Понятно. Но я не в том направлении. Атом обладает энергией. Как понизить его энергию с помощью непрямого воздействия волнового, например? Ну, то есть, то, что имеется в виду. Атом вещества. Ну, например, метал. Метал. Это можно инициировать дистанционно. То есть, например, вот у меня есть, к примеру, некий сосуд. В нем есть кусок материала. То есть, я думаю, что в основном состоянии, обладить, засунуть его измечить и встать холоднее, в принципе, уже не меняется сосуд. Я не представляю. В основном состоянии, вначале в него вкачиваешь, он тебе быстро дает. Вот если бы этот способ существовал, я бы сказал, креоника работает. Если бы они это делали. Ты понял, да, к чему речь идет? То есть, засунуть в бошку микроволновку специальную и резко забрать его. Ну, как они сейчас делают, это почему только бошку? Ну, достаточно просто бошку. Нет, на самом деле, личность, на самом деле, не в бошке. Это это бошка. Нет, если ты физиологию, значит, почитаешь полностью всю, из гистологии, ты поймешь, что без тела бошка будет совершенно по-другому. Да, совершенно по-другому. Все тело, вся эта вегетативная нервная система, все это влияет на наше мышление. Это детерминирует его. Я говорю про идентичность. А это и есть. Любовь на идентичность тоже влияет. Влияет, влияет. Все влияет. Все тело. Ну, в общем, сознание это все тело. Все тело. Ты же был на лекции? Даже микробиота на самом деле. Я согласен. Микробиота, хотя она вообще не наша ДНК. Влияет, но вот эти все, понимаешь, вот эти микроскопические мили влияния, но это все составляет нашу личность. Все эти детерминированные реакции. Личность? Да. Личность. Личность это такое. А как ты отличаешь тебя? Очень просто. А давай пламану задание вопросов. Он скажет тебе только в уровне детерминированности биологическими и в определенные скорости. Потому что один человек считает, что личность это там. Поехали. 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 Вы вынуждены уже отправиться. Да. Вы вынуждены уже отправиться. Все, спасибо. Поехали? В ответ на приватах вообще на пирк, где не имеется. Ну, ты же еще будешь здесь заказывать? Я… В общем, нельзя есть. Ну, как? Ну, сегодня я специально бежал с того, что обещал работу. Вообще нельзя есть. Я это сам, да? Вчера рассылочку увидел. а вот а вот а сегодня Субтитры делал DimaTorzok 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 Дальше 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 1 причина и форму если флэн там ваш методичка все мы остались постелять все решили проверку после лекции после того как конкретно еще пока конкретно и могу сказать как лучше это сделать потому что то есть как это будет более востребовано либо это будет востребованно взять надо допустим и делать дома либо это может быть востребовано что-то здесь на месте разобрать какой-то вопрос и допустим его разрешать а что еще еще ну скажем лекцию проводят на а я там был у вас но одновременно одно из самых разных ну конечно есть стилевые лекции я помню два но это был самый сильный заходи на курсы пока еще Даня могу больше сказать как это все лучше как это будет востребовано пока еще у вас кстати на самом деле здравая идея если у меня один человек он такой задания они должны быть задания я их люблю да нас не нужна квантовая теория вероятности на те где я был саму теория вероятности будут ужасно ну задания они будут однозначно да конечно все зависит еще и какое там будет количество ну все равно квантовая теория нет те кто уже знают критику можно сделать какие-то ну просто кривая она не пологая она очень но вот в теории особенно у меня циверология потому что циверология очень важна я ну я понимаю что это первое место нет больше никогда я махарске сейчас в махарске да я я что я даю что я прикольно я научу измомлась не старение и вообще я не хочу пройти к жару потом с того что я даю это делиться на оллайн мне не разделились я стал спораться перед доской нет я рассказываю сейчас я что не знаю мультикласс короче что вот и жаль что я не очень сильно наверстал какую-то базу в общем в итоге я пропускаю сейчас в пользу технику кибернетику я понимаю что не дали какую-то общую базу которая учит здравой миссии относительно я не знаю даже чем это назвать долго долбали мозги потом ну дали конкретные вещи показываются что статистика которую я учил только на курсера и читал какие-то материалы например теория реальности которая везде где я видел будет ужасно потому что абстрактная дисциплина все нормально не может никто потому что нужно усилить либо люди сами понимают ну скорее потом для человека смотришь студия нефига и профессора и вот такой гэп остается люди сверху баланс и потом биология контрольная базовый курс ДСП и баланс он быстренько предмет хочется сделать какие-то результаты но тем менее это зависит на что я беру если стоит заниматься мне надо ответить в прорыв будет можно потом на слайд не знаю потом потом мне уже нравится что я не на выходе какой ли есть фан не нормально не когда начало начало в первую очередь я пытался жить в вашу жизнь в концы не сходить и вообще если не выжать за отдачей не как кстати выдел фактор как человек не может пограничивать сменил наверное количество часов прижим и на 5 а значит я слушаю надо сказать когда по часам и чтобы его увеличить конкретно он и эротически выставка не смещение стекла если обращаешь жену я уже засыпаешься и могу то есть получаешь связь то соответственно несколько единиев а которые позволяют вас работать и сколько заедет хорошо плав и спеши другое время даже 13 и так как бы выспешно у тебя плата за помощь сделаны так хорошо я делал часов 6 я пытаюсь обратно вернуть это это м не хотя бы не сейчас ты это почувствуешь совсем все может это тоже это еще без них тоже Надо изучать и понимать, на что ты идёшь связи между предпрещением и через 20 лет впоследствии. Да, конечно, для этого. Я спросил, потому что как раз я этим обеспокоен на данный момент. Ну, про это я с точностью скажу, как на себя творить. Ну, например. Есть некоторые, да. Ну, надо что-то искать исследованию. Ну, подойдет. Посмотрим. Есть сайт nestareina.ru, там очень много собрано.